Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим, как у нас прошли торги по китайским акциям, какие у нас новости были важны на этой неделе, как прошли торги. На прошлой неделе сравнимо с моими ожиданиями на прошлом видео. Обсудим, какие я видосики записал на этой неделе. Поговорим, что у нас важного будет по статистике на следующей неделе в Китае. Подведем выводы по техническому анализу, по новостному фону и сделаем выводы, что можно ожидать по китайским акциям на следующей неделе. Меня зовут Павел Шумилов, вы находитесь на канале акции Китая China Stocks и давайте, поехали! Итак, давайте для начала посмотрим, какое у меня мнение было на прошлой неделе, чего я ждал. Так, технический анализ говорит о том, как неделю назад, что у нас должна быть коррекция просто 100%, ту проценту, новостной фон, у нас в эти выходные вышли новости о том, что очередные смягчения по Китаю по ковиду. И это совершенно не отыгранно. Поэтому, несмотря на весь технический анализ, новостной фон говорит, что мы и дальше будем в России, ребята, и не собираемся корректироваться. Поэтому моя позиция, я в лангах по Китаю, но у меня сейчас не трогаться, потому что техника туда, новость туда, вы знаете, эти вот немчики, которые говорят, что туда-сюда, не знаю, что происходит. Вот у меня сейчас такая ситуация, я не могу сказать, что будет у нас на следующей неделе, потому что противоположные данные, да, технический анализ за одно, а новостной фон за другое. И поэтому вот не могу сказать, что будет дальше. Я, конечно же, роса, потому что, ну, я инвестор, я за рост. Да, в общем, долго я на прошлой неделе отвечал на этот вопрос, и давайте посмотрим, что у нас было по факту. Итак, в рамках недели. Все примерно так, как я и говорил. Одно туда, другое сюда, но в целом немножечко выросли по сравнению с Америкой. Давайте посмотрим. Если у нас Китай все-таки чуть-чуть, но все-таки вырос, плюс там 5%, плюс 4%, плюс 1,5%, некоторые попадали в электромобили. Давайте посмотрим, что в Америке было в рамках недели. Так, Америка у нас в рамках недели красная, то есть Америка намного хуже, чем Китай на этой неделе. Давайте идти далее. Сегодня у нас будет много вопросов от подписчиков. В прошлую, вот в пятницу, то есть вчера, я предлагал задать свои вопросы подписчикам в Телеграм-канале, и поступило довольно-таки много вопросов. Около 15 вопросов пришло, и давайте я на них поотвечаю. Так, первый вопрос. Пользователя САПФ, пожалуйста, в видеообзоре разберите Баузун и ЛиАвто. Спасибо. Ну, давайте посмотрим, что у нас по Баузуна. Да, буду вот из таких вопросов только одну компанию разбирать, потому что некоторые пишут сразу там 3, 4, 5. Нет, я тогда буду только сидеть и разбирать эти компании. Поэтому один вопрос, одна компания. Итак, Баузун. Ну, очень неплохо так акции отросли в процентном соотношении. Но по этому падению это лишь только начало роста по акциям Баузун. Хотя вот у нас с какого-то там 10 ноября мы уже выросли на 72%. Много ли это или мало? Ну, учитывая вот это вот все падение, наверное, не так уж и много. Но думаю, что на этой неделе плюс-минус похожая ситуация с прошлой неделю. В целом по китайским акциям. Когда я буду говорить, что технический анализ нам говорит за коррекцию, новостной фон позитивный, поэтому не будет какого-то конкретного у меня мнения, потому что у нас расходится вот эта вот все техника с новостным фоном. Ну, давайте посмотрим на Баузун. Давно мы его не разбирали, пару недель уже. Отчет у компании вышел такой плохенький, я бы сказал. Все сильно хуже прогнозов аналитиков. Но, тем не менее, Китай рос, и Баузун тоже рос. Что можно сказать в моменте по дневному таймфрейму? Мы достигли верхней границы канала RSI, и здесь бы уже напрашивалась коррекция скорее. Но второй индикатор у нас пока еще не подтверждает разворота, пока еще нет первых красных линий. Поэтому есть еще некоторый потенциал роста. Насколько он будет большой, наверное, будет зависеть в первую очередь от новостного фона. Если новостной фон станет никаким или негативным, то, конечно, тут будет коррекция. Насколько большая, опять же, будет зависеть от новостного фона. Сейчас все связано с новостным фоном, поэтому будет хороший фон новостной. Будем расти, несмотря на весь технический анализ. Поэтому, ну, понимаете, что сейчас это просто не работает. Но вот если техника, если техника, то прям чуть-чуть рост и потом уже коррекция. Куда минимально мы можем скорректировать? Это 5.30 буквально, где были в пятницу. И туда, скорее всего, мы можем скорректироваться. Ну, то есть, допустим, мы еще несколько дней будем расти. Например, 6.5 долларов, например, мы вырастим. А потом недельку-две будем корректироваться к 5.30. Возможно, будет такое. Давайте переходить к следующему вопросу. Андрей Игошев спрашивает. Сегодня ли авто очень сильно пролили на 12%. Отчет был слабый, понятно. Но не настолько, чтобы так сливать. Когда не восстановится теперь? Вопрос. По ли авто там такие новости вышли. Ну, давайте я их открою на графике тоже, чтобы говорить предметно. Да, действительно, они у нас на 12% упали. Так вот, выходил, значит, отчет у компании. Ну, такой, не самый лучший на самом деле. По прибыли больше, чем ожидали. А по выручке меньше. Понятно, почему у компании с выручкой все проблемы. Потому что ковид в Китае. И проблемы с цепочкой поставок. Пониженная покупательская способность у населения. Поэтому это все, естественно, сказывается на производителях автомобилей. В том числе электромобилей. Но еще вот в пятницу вышло новости, что уходит президент и директор компании «Лиавто». И вот на этом новостном фоне полили больше, чем другие акции. Но тут и техника, честно говоря, уже давно говорила о том, что должна быть какая-то коррекция. То есть мы вот с 31 октября выросли на 84%. И сколько можно-то расти без передышки. Поэтому мы и видим коррекцию. И если смотреть по техническому анализу, то RSI за продолжение падения. Первая красная линия. То есть здесь может и дальше падать «Лиавто». Куда мы можем падать? Минимально мы можем падать на 19.10. То есть минус 9% с текущих. Максимально, не знаю, возможно на 16.20 минус 22.5%. Наверное, это максимум, куда мы можем сейчас упасть. Так, ну на этот вопрос, наверное, я ответил. Плохой отчет и перестановки в руководстве компании. Это обычно рынки всегда плохо реагируют на такие новости. Давайте далее. Следующий вопрос от пользователя под ником «Гуманоид». Задаю такой вопрос. Если про разбор, тогда и Xiaomi с хуя. Ганферт Литхим. Разберите, пожалуйста. Спасибо. Ну, как я сказал, один человек, одна компания. Поэтому Xiaomi, давайте Xiaomi разберем. Кто же давно не разбирал. Крупная, одна из самых крупных китайских компаний. По графику, по RSI у нас еще есть небольшой потенциал роста. Второй индикатор пока еще не говорит о развороте. Ну, да, здесь еще такой важный очень момент. Мы подошли к 200-дневной скользящей средней. И если мы ее будем пробивать, то это, конечно, будет вообще очень позитивно для акции Xiaomi. И идеально. Давайте так. Если бы говорить про идеальную картину, то это был бы уход еще выше, примерно в район 12.50 гонконгских долларов. И такой боковичок недельку-две-три. И потом продолжение роста. Это было бы, на мой взгляд, самое хорошее. По индикаторам здесь, в общем, еще есть небольшой потенциал роста. И потом бы, наверное, как раз коррекция подошла. На недельном таймфрейме здесь все за существенное продолжение роста. На месячном. Давайте тоже посмотрим. Здесь еще только прям самое-самое начало этого роста. Хотя вот за последние три месяца мы с самого дна выросли уже на сколько? 36%. Ну, кстати, это не так уж и много. В основной китайские компании сейчас выросли гораздо существеннее. Тот же вон AliAuto на 84%. И другие компании даже и поболее растут. Но какой вывод можно по аксиоми сказать? Желательно еще чуть-чуть вырасти. Есть еще небольшой потенциал роста. А потом недельку-две-три. Либо боковик, либо коррекция. Если будет коррекция, то пойдем на 10.46. Примерно 10.50, в общем, гонконгских долларов. Ну, либо 200-дневная скользящая средняя станет нашим сопротивлением. И желательно, чтобы мы его для начала прошли вверх, а потом не уходили ниже. Тогда это прям за супер лонговую позицию и рост дальнейшей эпохи силы. Ладно, к следующему вопросу от Lexus. Галту, Хуя, Баузун. Интересное мнение. По остальным все понятно. Так, ну, одна компания, один разбор. Ну, давайте Хуя. Уже ее спрашивали в предыдущем вопросе, поэтому давайте тогда Хую разберем. Классное название. Так, Хуя. Насколько я помню, эта компания связана то ли с онлайн-трансляциями, то ли с игровым сектором. В общем, что-то вот с этой областью. По-моему, у меня даже есть эта компания в моем списке покупок. То есть, я даже акционер этой прекрасной компании. У меня очень маленькая по ней позиция, поэтому я даже не вспоминаю и даже не помню, чем она там занимается точно. Ну, когда покупал, конечно же, я в ней разобрался. Но это уже было давненько. Так, что у нас по Хуе? Значит, самый интересный момент, то, что мы в эту пятницу дошли до двухсотдневной скользящей. И пока ее не пробили. Был большой объем в пятницу. Это интересно. Но мы ее не пробили двухсотдневную. Если мы будем уходить выше, и так же, как по тому же Xiaomi, стоять в каком-то боковике недельку-две-три, то это было бы идеально. Идеально для продолжения роста акции Хуя. Но техника говорит, что должна быть какая-то коррекция. Поэтому, как я и сказал, идеально, если мы немножечко еще порастем и выйдем в боковик. Тогда мы можем еще вырасти на сто, двести, триста, сколько там, пятьсот, больше процентов. И думаю, что это вполне реально. Ну, то есть, если мы с текущих вырастем до предыдущих хаев, то это плюс девятьсот пятьдесят процентов. Возможно ли это? Я думаю, что возможно. Но должны совпасть все звезды, как говорится, должны совпасть. В моменте я бы ждал коррекция. Либо боковика, либо падения. На недельке за продолжение роста. На месячном таймфрейме за рост. То есть, самое начало роста по этой кампании. Давайте так. Куда минимум, я думаю, сходят акции Хуя. Это в район четырнадцати тире восемнадцати долларов. То есть, рост может быть. Но не прям на этой неделе. Естественно, это может быть год, например, длится или около того. То есть, минимальный рост, который я жду по этим акциям, это триста тире триста сорок тире четыреста сорок процентов. Думаю, что неплохо. За два года, думаю, что мы туда, скорее всего, сходим. Так, давайте далее. Ну, чтобы точно ответить на этот вопрос, конечно, нужно глубже разобраться в новостном фоне по этой кампании. Посмотреть, что у нее там с отчетами и так далее. Поэтому сейчас я буду только графики смотреть. Если я буду прям углубляться, копаться в новостном фоне и так далее, то это видео затянется просто на часы. И это будет очень долго. Никто это смотреть не будет. Поэтому только график, а подробнее нужно копаться. Дальше следующий вопрос от Сергей Кошелев. Невероятные взлеты Мома. Похожие картины я наблюдал, когда пампили GameStop и BBBY. Нет ли мы сейчас наблюдаем? Выбывают шартистов, кто-то на этом зарабатывает. На новом отчете так не летают. Ну, не думаю я, что история с GameStop и BBBY это то же самое, что сейчас происходит по китайским акциям. Тут своя история. И я не думаю, что за недельку, за две, как по этим хайповым акциям, что будет такая же история. Хотя, конечно, не исключено, но, скажем так, очень отдельные истории. Те же, наверное, образовательные акции могут так взлетать. Те же какие-нибудь... Та же Мома, та же Хуя, те, которые упали прямо на 95%, прям очень жестко. Мома, конечно, тоже существенно упала. Но я не уверен, что именно Hello Group будет вот именно как GameStop летать. Но давайте еще вот про Hello Group новости такие вышли. Во-первых, у компании вышел отчет. И в этот день у нас был рост, по-моему... Сейчас открою. Мома, Мома, Мома. Рост был в этот день, в день отчета. Отчет вышел, ну, нормально в целом. Рост был на 30%. И вчера, в пятницу тоже еще мы выросли также на 30%. То есть за два дня Hello Group вырастал аж на 80%. Но потом немножко скорректировались. И всего 68% за два дня. Очень неплохо. Ну так вот, новости. Hello Group сообщает о превышении прибыли в третьем квартале. Прогноз выручки на четвертый квартал компания опубликовала. Итак, Hello Group прибыль на акцию в третьем квартале на 37 центов больше, чем прогноз в 8 центов. Отлично. Выручка в размере 454,5 миллиона долларов. Это на 14% меньше, чем в прошлом квартале год назад. Но эта выручка превышает прогноз на 22 миллиона и 620 тысяч долларов США. В четвертом квартале 2022 года компания ожидает, что общая чистая выручка составит от 3,15 до 3,25 миллиарда юаней. Что означает снижение на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но тут такой момент еще. Не на новости, а ситуация в целом. Смотрите. Hello Group – это у нас сайты знакомств в первую очередь. Китайцы сидели по домам, боялись знакомиться, чтобы не заразиться ковидом и так далее. Поэтому, когда у нас вот эта вся ковидная история подходит к самому концу, то очень логично, что выручка и прибыль Hello Group будет расти. Поэтому, собственно говоря, и то, что сейчас с Hello Group происходит, может и дальше продолжаться. Позитивный фон по ковиду очень позитивно повлияет на МОМА. Я раньше об этом несколько раз уже говорил в своих разборах. И вот это сейчас и происходит по факту. Да, еще у нас было по Hello Group в пятницу, на чем, собственно говоря, росли опять на 31%. Новость такая. Hello Group растет по мере того, как Морган Стэнли обновляет информацию о возобновлении работы в Китае. Итак, подробности. Акции Hello Group выросли на премаркете в пятницу, когда Морган Стэнли сделал свое обновление, отметив, что МОМА является неконсенсусным минифициаром открытия Китая. Аналитик Алекс Пун повысил свой рейтинг акций Hello Group до избыточного сравного веса, отметив, что хотя основной бизнес является дойной коровой, его другие области, такие как приложение Тантан, новые приложения и повышенная дисциплина расходов помогают стимулировать кривую роста прибыли. В следующем и 2024 году. Пун также пояснил, что акции торгуются с отрицательной стоимостью предприятия и всего в 6 раз больше предполагаемой прибыли в 2022 году. С доходностью свободного денежного потока 15% и дивидендной доходностью 9%. Перевожу на русский. У компании все будет хорошо, учитывая понижение проблемы с ковидом. Компания супер недоценена, платит дивиденды 9%. Онлайн-компания, которая работает в сфере интернета и всего этого быстро растущего бизнеса. У компании высокая маржинальность и стоит неадекватно дешево. Вот что сказал аналитик из Морган Стэнли. И на этом у нас все вдруг вспомнили, что Hello Group не так уж и плохо, как до этого все ее хейтили. А я, наоборот, все это время говорил, что Hello Group все хорошо. Всегда в цифрах показывал, что у компании дофига денег, что она хорошо зарабатывает. Да, есть проблемы, но проблемы закончатся, когда закончится ковид-19 в Китае. И вот сейчас у нас это происходит, что Момо, наша Hello Group растет. Ладно, давайте идти далее. Следующий вопрос от пользователя под ником Единичка. Xpeng, please, разбери. Жду X5 в следующем году. По нему как минимум. Ну, Xpeng я буду разбирать в основном обзоре, поэтому Xpeng будет разобран чуть-чуть попозже. Следующий вопрос от пользователя Marik. Baozun плюс 50% часть фиксить не пойдет ли после Нового года за Америкой? Ну, Baozun я уже сегодня смотрел. Давайте еще раз посмотрим. Как я и говорю, сейчас вот такая ситуация, что по технике мы, скорее всего, скоро будем либо в боковике, либо корректироваться. Прямо роста-роста с текущих чисто за технику, если говорить, то очень маловероятно. Но если новостной фон будет шикарный, то мы и дальше будем расти. Докуда мы можем дорасти? До 200-дневной скалящей средней. Это примерно еще плюс 30%. Поэтому до туда дорастаем, а там уже точно некуда расти без коррекции. Поэтому краткосрочно так. А если продолгосрочно, то, конечно, у нас эта акция может сильно-сильно расти. Ну, докуда? Докуда сильно? Давайте посмотрим по графику. По графику. Ага. Вот здесь у нас основной объем. Где-то 34 доллара. То есть мы где-то вот на 34,5 доллара можем сходить. Это плюс 500% текущих. Это в рамках, например, года следующего. Такие мои мысли по Баузуну вообще. Давайте идти далее к следующему вопросу. От Максима. Стоит ли держать Гауту или пора фиксировать прибыль? Спасибо. Смотрим Гауту. Гауту у нас на этой неделе выросла акция. Вчера тоже у нас был рост. Так, на логоресмический режим нужно перейти, а то все непонятно. Гауту у нас вырастал с 0,65 до 1,95 на 200% за последние 38 дней. То есть за 40 дней 200% Баузуну уже вырос. Индикаторы у нас, конечно, за коррекцию говорят. Но это из тех компаний, которые я бы ждал больше таких вот выстрелов на 100-200%, на 300, на 500. Даже за день такое может быть, на мой взгляд. Если будет такой новостной фон. Например, что-нибудь в Китае смягчат по сектору онлайн образования. Или вот эта компания сейчас у нас занимается уже больше образованием для взрослых. Например, будут какие-то политические заявления, что образование для взрослых в приоритете. И вот они будут как-то это память китайцы сами. Поэтому вот это и подобные компании могут очень сильно расти, на мой взгляд. Они даже после роста на 200% крайне недооценены. Но техника такой говорит, что все-таки отдохните немножечко. Отдохните немножечко. Поэтому куда может это ГАУ-ту упасть? Это 1,56. Либо к 200-дневной средней. То есть минус 13%. Куда мы можем расти? Ближайшее именно сопротивление находится в районе 2,27. И это плюс 32%. И такой у нас расклад. Ну, фиксировать или нет, я не знаю. Я могу сказать свою позицию по этой акции. Эта акция у меня тоже есть в портфеле. И, кстати говоря, ее у меня немало. И лично я буду фиксировать прибыль, когда эта акция как минимум дойдет в районе 30 долларов. Я не говорю, что это будет в течение месяца. Возможно, это будет год или два. Посмотрим. Но вот мои планы такие. То есть сколько это еще плюс полторы тысячи процентов. Вот я жду такие скромные результаты роста по этой акции. Поэтому в моменте она может скорректироваться, отдохнуть. Потом пойдет дальше. Ну, это лично моя позиция. Почему? Я об этом уже тоже многократно рассказывал в видеообзорах. Смотрите финансовое здоровье. Смотрите потенциал прибыли и выручки. И тогда поймете. Давайте идти далее. Следующий вопрос от Коли Кузнецова. Будьте добры разобрать SMORE International Holdings. Давайте посмотрим. Но только я на графике буду смотреть. Сейчас не буду уже разбирать фундаменталы этой компании. Потому что сегодня очень много вопросов. То тут по этой компании можно сказать. Платят дивиденды. Платят дивиденды. Это хорошо. Отчеты выходят. Непонятно. Видимо, нет прогнозов. В общем, про саму компанию я сейчас не готов ответить. Слишком много времени потребуется ковыряться в фундаментале. По технике с 7,5 долларов гонконгских мы выросли до 14,30. Это практически 93%. И повышенные объемы у нас сейчас идут. До 200 дней на исходящие мы можем, наверное, еще дорасти. Потому что всем бы туда, наверное, дорасти китайским акциям. По индикаторам RSI у нас уже говорит, что скоро будет коррекция. Второй индикатор говорит, что мы можем продолжать расти. Поэтому здесь он не, скажем так, спорит немножечко. Ну, наверное, я бы ожидал такого по этой акции. Доходим до 200 дней плюс 14-15%. Может быть, даже 20. И там корректируемся. Корректируемся и потом дальше растем. Но, как я сказал, нужно тут больше ковыряться в бизнесе. Что за компания, чем занимается, какие перспективы. Росты, прибыли, выручки. Нужно глубже ковыряться. Ладно, давайте идти далее. Следующий вопрос от пользователя с гиком. Таким вот ником, без имени. Хватит филонить. Сделай обзор на Момо. Я вроде каждую неделю делаю обзор на Момо. И сегодня уже тоже все рассказал. Ладно. Почему филонить? Непонятно. Следующий вопрос от пользователя. VLHM. ВИПС, пожалуйста, разберите. Разберу в обычном разборе, который будет дальше. Следующий вопрос от A-NAME. На чем ТАЛ вырос и что по технике? Ну, технику я позже посмотрю. В общем разборе. А по поводу того, на чем вырос? Ну вот, у нас новость выходила на этой неделе. Давайте я ее зачитаю. ТАЛ ЭДЮКЭЙШН. Признаки восстановления. Детали. ТАЛ ЭДЮКЭЙШН демонстрирует признаки восстановления после того, как была вынуждена закрыть свой бизнес по внешкольному обучению К-12. Результатик китайской политики двойного сокращения. В долгосрочной перспективе у компании есть ряд стратегических бизнес-инициатив в поддержке расширения, но еще неизвестно, насколько успешными они будут. Более того, конкурентные риски и геополитическая напряженность могут препятствовать росту. Учитывая неопределенные долгосрочные перспективы, ТАЛ акции могут не понравиться инвесторам, не склонным к риску. Аналитики в целом настроены оптимистично. UBS недавно повысил рейтинг акций до покупать. В связи с повышением прибыльности. Как и Банков Америка, которая ожидает, что ТАЛ потенциально получит прибыль в 2024 году. То есть UBS и Банков Америка говорят, что у компании будет хороший следующий год. Ну и 2024 год в том числе. Поэтому, в общем-то, ТАЛ растет. Но технику чуть-чуть позже разберем. Итак, на вопросы я все... А нет, еще один вопрос. Вот, еще один вопрос есть от пользователя СК. А Мома, Вукси, спасибо. А Мома уже разобрал. А Вукси, давайте посмотрим. Сколько я помню, это фан-компания. По-моему, я даже в нее когда-то инвестировал, но давно продал. Точно, точно, точно. Я ее покупал где-то в 2020 году и фиксировал где-то в районе 115. 115. Думал, что будет перекупленность. И потом мы ушли вон куда. Аж на 35 долларов падали. Что сказать можно в моменте? Если я все-таки не путаю, это у нас фарм-компания. Биологикс, да. То есть, это что-то с медициной связано. Здесь нужно опять копаться, какие компании новые направления по лекарствам. Что там они хотят открыть. В общем, вот это вот все копаться глубже. Это на часок, наверное, времени, чтобы прям про компанию точно разобрать. А по фарматистическим компаниям в Китае были какие-то различные проблемы. Что-то там все властям хотелось их как-то поужать. И многие очень существенно попадали. И нужно еще копаться. Были ли какие-то позитивные заявления по поводу медицинских китайских компаний? Если не было, то не знаю, стоит ли входить. Нужно на новостном фоне покопаться. Посмотреть, что именно с компанией происходит. Чтобы лучше ответить на этот вопрос. Это очень доступно. Поэтому, если кому-то компания интересна, то погуглите. Это просто. По технике, что можно сказать? Ну, тут тоже, скорее всего, мы дойдем до 200-дневных сначала. Это плюс 11,5% с текущих. РСА нам позволяет еще дорасти. Второй индикатор, зеленая свечка, тоже позволяет дорасти. Поэтому, наверное, еще 11,5% или максимум 20% мы вырастим. Потом будет коррекция. Неделька, 2,3% и потом, возможно, продолжим рост. Сильно мы упали с 200, сколько там, со 147% даже до 35%. Вот примерно такой ответ. Ждем еще небольшой рост, потом 2-3-недельную коррекцию и продолжение роста. Скорее всего, так. Потому что на недельке за продолжение роста, на месячном таймфрейме этот рост еще только начинается. Вот. Поэтому такая история. Но, как я сказал, покопайтесь по новостному фону. В целом, по фарме китайской и конкретно по этой компании. Так. На все вопросы я ответил. Много сегодня вопросов. И давайте переходить далее. Так. Какие у нас важные события будут на следующей неделе по Китаю? Самый такой важный день по статистике будет четверг, 15 декабря. У нас выходит объем промышленного производства год к году. Также инвестиции в основной капитал. Объем промышленного производства в Китае за ноябрь. Пресс-конференция народного статистического... В общем, статистика у нас выйдет различная по Китаю. Вот. А все остальные дни у нас будет, соответственно, ничего важного по Китаю не выходить. А также еще нужно отметить, что у нас в среду выходят данные по статистике. Статистике ставки в ФРС США. И, конечно же, на это будет реагировать Китай. Однозначно, если ставка будет понижена... По... Понижена это по Фрейду. Поэтому по Фрейду, да? Если ставка будет повышена не так сильно, как в предыдущие разы, то это будет говорить о том, что начинается сокращение, повышение вот этой процентной ставки США. И это будет позитивно. Как для Америки, так и для Китая. Соответственно, если у нас процентная ставка повысится так же сильно, как в предыдущий раз, то это будет негатив и для американских акций, и для китайских. Поэтому, наверное, это одно из ключевых событий на следующей неделе вообще на рынке. Так, ну, в общем, это я проговорил. Самый важный день для Китая, это у нас, кроме среды, которые выходят данные по Америке, это четверг, где у нас наибольшее количество статистической информации выходит. Отчеты китайских компаний практически завершились. Там остались такие некоторые компании. В основном мы за ними не следим. Поэтому они уже не будут влиять на настроение рынков. Отчеты, можно сказать, что все, закончились до следующего квартала. Так, экономический календарь посмотрели. Давайте теперь переходить к нашему еженедельному техническому анализу. И начинаем с разбора технического анализа с американского индекса S&P 500. Значит, последние две недели я говорил, что мы, скорее всего, дойдем на 200-дневный скалящий средний и оттуда начнем падать. Все так и случилось. Что можно сказать в моменте? Оба индикатора по S&P 500 за продолжение падения. Куда мы можем падать? Ну, вот прям если сильно-сильно будем падать, то будем падать до примерно 3500-3600. Куда-то сюда. Ну, это может падение продлиться и не только в декабре, но и в январе. Поэтому с какими-то всплесками роста, все-таки я думаю, что в ближайшие несколько недель S&P будет падать. Америка будет падать. Будет ли падать Китай? Вопрос. Потому что очень хороший новостной фон, о чем мы чуть-чуть позже поговорим. Но Америка за падение. Сейчас у нас получается, что Америка и Китай расходятся в своих акциях. О чем мы говорили, что невозможно. Но мы видим по факту, что это происходит. В общем, S&P 500 за падение. Давайте дальше. ETF-клэб. Что у нас по нему? Ой, страшно смотреть. 200-дневные прошли. И продолжаем расти. Индексы кричат «Остановитесь! Остановитесь!» Да, тут очень сложно расти, конечно. Второй индикатор у нас еще не говорит за разворот. РСА говорит, что мы как бы хотели бы отдохнуть, но давайте еще немножко порастем. Куда может КВЭП вырасти еще? Ну, наверное, на 34 доллара. Это у нас ближайший уровень сопротивления. С текущих это плюс 10%. И вряд ли мы просто так пройдем этот уровень в 34 доллара. Вообще, вот с 24 октября КВЭП у нас вырос на... 78 процентов. Очень, на мой взгляд, существенный рост. Поэтому, ну, конечно, мы можем все-таки дорасти до 34. Но я бы прям коррекцию ждал, коррекцию не знаю на чем. Но докуда мы, допустим, упадем, если будет коррекция? Наверное, до 200 дней на скользящий. Это примерно там 28, наверное, долларов. Примерно туда. Это минус... Минус... Минус 10,5 процентов. 10-10,5. Туда, если начнем корректироваться уже с понедельника. На чем пока непонятно. Вот сегодня суббота. Завтра я не могу по своим делам записывать видео. Поэтому только к текущему дню никакого негатива или суперпозитива вот за субботу по Китаю не вышло. Посмотрим, что будет завтра. Если что-то эдакое выйдет, то я, скорее всего, только в Телеграме напишу. Не успею я завтра даже видео снять, если будет что-то супер важное. Поэтому следите за Телеграмом. Давайте идти далее. В общем, к веб у нас в ожидании коррекции. Но если такой прям позитив-позитив по Китаю будет идти, то не сможем мы физически падать, если будет говорить, что все замечательно, мы вырастим на тысячу миллиардов процентов. И к веб такой, ну куда же мне, я же хочу корректироваться. Ну пустите. Поэтому понимаете, да? Ладно. Поприкавывались и давайте теперь разбирать наши акции. Алибабан. Очень интересный момент вообще по акциям Китая, что мы сейчас подошли к 200-дневной, скользящей, средней, где мы не были уже 100 тысяч миллионов лет, уже вот не знаю, когда там были последний раз. В феврале 2021 года, практически два года назад, мы по Алибаба там были последний раз и пытаемся вот закрепиться и пойти выше. Ну Алибаба у нас на 3% упала в пятницу. То есть пока что мы ниже 200-дневной. Если мы каким-то чудесным образом закрепимся вот на этом уровне, то это было бы просто замечательно. Поэтому я хочу, чтобы Алибаба чуть-чуть выросла и замерла на недельку на две. По индикаторам. RSI у нас за падение. Второй индикатор пока говорит, что еще нет, еще не хочу падать. Поэтому как-то так. Давайте так скажу. То, как было бы идеально для Алибаба. Если бы мы еще немножечко подросли процентов, так на 5, максимум на 19, и где-то вот в этом районе бы застряли на пару недель. Вот это бы я прям хотел. А в целом, ну ладно, не буду сейчас говорить выводы по Китаю в целом, но думаю, что такая вероятность существует, что мы немножечко подрастем, застрянем потом на новостях о листинге, продолжим взлеты по всему Китаю. Да, про листинг пока никаких новостей нету. Все как будто бы забыли, но нет, мы не забываем. Мы помним, я каждый выпуск буду говорить, что это самая главная новость. Листинг. Листинг в Америке. Дождемся и будет ракета. Ладно, поэтому нас не проведешь. Ладно, в общем, Алибаба, скорее всего, в ожидании коррекции. Ожидание коррекции. Но если новостной фон продолжит не давать корректироваться, то будем расти. Ну, как технарь, кто за коррекцию. Так, JD.com. Что у нас здесь? Вот здесь еще интереснее. Мы выше 200-дневной скользящей и несколько дней подряд мы находимся выше 200-дневной. Это очень хороший знак за существенный рост по JD.com. Вообще, JD.com красавчики. Вернулись вот этот многолетний боковик, уже сколько мы там, с марта 2022 года. Практически год. И по индикаторам. Красная линия. RSI за падение. JD.com у нас за коррекцию. За коррекцию куда? Ну, наверное, примерно в районе 50. Это минус 14-14,5%. Скорее всего, туда будем падать по акции JD.com. Но на недельки и на месяцы тут все за продолжение роста. Поэтому какое-то время попадать в районе недели-двух и потом продолжаем расти. Следующая акция Pindu. Ее мы решили добавить. Было много запросов на то, чтобы мы ее включили в постоянный разбор. Но я их тоже очень сильно люблю. Поэтому согласился. Что про Pindu-Dum можно сказать? RSI у нас за коррекцию. Второй индикатор пока еще не подтверждает это. Поэтому индикаторы расходятся. Покупать здесь очень опасно. Технически анализ говорит, что скорее всего здесь будет коррекция. Насколько сильная, пока непонятно. Но я бы и не исключал, что мы все-таки добьем, добьем рост до 100 долларов. Это плюс 1,5% с текущих. Вот поэтому идеально было бы так. Мы доросли бы до сотки и где-нибудь здесь вот стояли в боковике. Это было бы самое классное для Pindu-Dum. На недельки за продолжение роста. На месяцы за продолжение роста. Ну, кстати, на недельки уже мы тоже подходим к тому моменту, где рост довольно-таки ограниченный. Жгольно мы активно росли по Pindu-Dum. Вот с какого там числа? С марта 2022 года Pindu-Dum у нас вырастало на 275%. Пора бы немножечко подкорректироваться. Ну, так как акции сильно ходят, то может быть мы даже до 70 долларов упадем. Например, до 100 до ретим, а потом минус 30% сделаем. Запросто. Запросто. Это Китай. Здесь все именно так работает. Так, ну, наверное, по этой компании все. А давайте идти далее. Вип-шоп. Ракета. Вип-шоп-то у нас просто ракета. С 24 октября вип-шоп у нас вырос на сколько? На 103%. Очень даже неплохо. Индикаторы. У нас хорош. Давайте корректироваться. Новостной фон, если будет хороший, то забьем опять на вестях анализ и пойдем дальше. Докуда? Если мы забьем на теханализ, то до 15 долларов долетим, плюс 16% с текущих. Вип-шоп это тоже такая максимальная боль для инвесторов. На 6 долларов я говорил, что мы пойдем на 24. И многие говорили, что ты что, приятель, с ума сошел? Вот сейчас уже на 13. То есть мы с того времени выросли тоже на 127%. Удивлюсь, если мы все-таки пойдем на 24, как я и говорил, вообще ни капельки не удивлюсь. Совершенно нормальная ситуация будет для вип-шопа. Более того, я сейчас считаю, что сейчас вип-шоп тоже очень дешевый. Что здесь еще можно сказать? Выше 200-дневной скользящей. Прям очень так выросли. Но вот в моменте все-таки какая-то коррекция, на мой взгляд, нужна. Например, на 1,58. Минус 11%. Давайте отдохнем и дальше полетим. Я вот за это. Так, ну здесь, наверное, все на недельки. За... Ну вот здесь уже 50 на 50. РСА уже такой немножечко уставший. На недельки, в общем, здесь у нас да, уже немножечко напряжно расти. Но небольшой рост еще возможен. Возможен, а на месячном... На месячном там время мы еще только начинаем расти и можем очень существенно еще вырасти. Ну, в общем, здесь, наверное, пока добавить больше нечего. Давайте переходить к следующим. Следующая компания. Baidu. Кто у нас по Baidu? Начнем с дневного таймфрейма. Угу. Тоже RSI уже зашкаливает. Второй индикатор пока еще не говорит о развороте. Первой красной свечки нету. Можем еще немножко порасти. Насколько сильно? Это вот 200-дневная скользящая. плюс 7-6 процентов. Либо следующий уровень сопротивления в районе 132 долларов. То есть от 5 до 10 процентов. Примерно вот сюда я бы ждал роста. А после коррекции либо боковика. Наверное, где-то так. На недельке за продолжение роста. На месяце за начало только роста. Вот такие вот у нас по Baidu технические данные. Hello Group. Ну, мы уже сегодня его разбирали. Здесь суперракета. И, наверное, на 10.55 мы можем дорасти, если дальше вот у нас рынок будет очень воодушевлен будущим ростом Hello Group. Как я сказал, у нас вышли данные от Morgan Stanley, что они ожидают роста на следующий год. Поэтому вот это вот все у нас и происходит. Поэтому я бы не удивился еще роста как минимум на 20% по этой акции. Но потом тоже бы хотелось немножечко отдохнуть, скорректироваться или в боковик уйти. Так, по Hello Group я уже все сказал. На недельке здесь тоже уже некуда расти, нужна коррекция. На месяцы только вот мы начали расти и есть еще куда двигаться. И еще интересный момент. Я раньше уже многократно говорил, что Hello Group находится в клине. Из него мы вышли в боковик и после этого мы взлетим. Тоже уже в это не верилось, но вот он факт. И на месяц и на время говорит о том, что мы дальше будем расти. Куда мы можем расти в рамках года, например? 20-28 долларов. Примерно сюда плюс 240%, но это в рамках года или двух. Думаю, примерно так будет. Дальше давайте разбираться с электромобилями. Лиавто на дневке. Все за коррекцию. Все за коррекцию. Куда мы можем скорректироваться? Примерно к 19 долларам это минус 10%. А максимум наверное минус 23%. В общем электромобили у нас похуже выглядят. NIO то у нас по NIO тоже в общем-то вот здесь чуть-чуть по-другому отличается от Лиавто. НИО у нас не доходило до верхней границы RSI. Зеленые свечки, поэтому можем еще немножко порасти например плюс 10-20% и только после этого корректироваться. Тут в общем посложнее. Давайте следующую компанию посмотрим Xpeng. у нас уже за коррекцию, но не скажу куда, потому что 6.30 где мы до этого падали это слишком сильное падение, наверное мы куда-нибудь процентов на 10-15 еще можем упасть где-то к 10 долларам и после этого скорее всего продолжим рост, потому что на недельки, на месяце, особенно на недельки это видно за продолжение роста. У нас вообще вышел максимальный объем за последний год на прошлой неделе, вот не на этой неделе, а неделю ранее, и это может за дальнейший рост говорить, но вот в моменте нужна большая коррекция на дневке, поэтому мы ее и делаем, вводим к 10 и продолжим поход уже на 17 долларов, думаю примерно такая история будет. И последняя компания Taudication выросла практически на 10% в пятницу, мы сейчас находимся кажется на максимуме, давайте логарифмический режим включу, на максимуме, где мы находимся до последнего времени. практически да, то есть только в день падения всего образовательного сектора мы были выше, а потом все время были ниже, то есть у нас сейчас Taudication показал максимум, да, можно вот такой уровень сопротивления поставить, который мы в пятницу не прошли, мы пробивали и пошли ниже. Соответственно, если мы в понедельник, вторник не пробиваем вот этот вот уровень 6, сколько, 6,70, то мы можем уже сделать коррекцию до примерно 5 долларов 10 центов. И после этого продолжим опять идти. Наверное, я один из немногих, кто говорил, что Taudication вообще вырастет, когда он стоил доллар 60 центов и вот с этого времени мы уже выросли на 317 процентов. Думаю, что и дальше есть существенный потенциал роста как минимум, как минимум на 10-11 долларов, это ближайшая цель, плюс 66 процентов, а дальше на 20 долларов, плюс 208 процентов. Но это уже такой не самый большой рост, например, по сравнению с тем же Галту Техеду, где рост гораздо более заметный может быть. Но, в общем, по Тау, я думаю, что мы можем скорректироваться немножечко и потом продолжить рост уже до 11 долларов, потом опять корректируемся и идем к 20. Ну, это, скажем так, на год, на полтора, план, наверное, такой. По недельке за продолжение роста по месячному таймфрейму рост еще только начинается. Вот. Давайте подведем итоги по техническому анализу. Итак, по техническому анализу очень интересная картина. Многие акции либо подошли, либо чуть-чуть выше 200-дневной скользящей средней по китайским акциям. И о чем это говорит? Если мы закрепляемся выше 200-дневной скользящей и не уходим ниже, то это четкий сигнал за разворот всего Китая, за все китайские компании и за рост год, два, три, как-то так. Поэтому это очень важный момент. Но в данный момент времени все сильно перекуплено по краткосрочному моменту и должна быть какая-то коррекция либо настоящая коррекция с падением либо боковичок. Идеально, если бы мы по всем акциям еще бы пару дней доросли, чтобы все они были выше 200-дневной, потом недельку две-три постояли в боковичке и чуть-чуть бы спускались, потом бы вышла новость про листинг, что все окей и мы растем еще на 100%. Вот в моей картине мира это был бы самый лучший вариант по китайским акциям по техническому анализу в том числе. Но вот в моменте должна быть либо коррекция, либо боковик. Вот такой вывод. Ну давайте теперь переходить к новостному фону. Итак, первая новость. Очень, на мой взгляд, она важная. США заявили, что Китай стремится к стабилизации отношений с Вашингтоном в краткосрочной перспективе. Китай стремится к стабилизации отношений с Вашингтоном в краткосрочной перспективе, заявил координатор Белого дома по Индотехокеанскому региону Курт Кэмпбелл. Цитата. Последнее, что сейчас нужно китайцам, это откровенно враждебные отношения с Соединенными Штатами. Они хотят определенной степени предсказуемости и стабильности. И мы тоже стремимся к этому. Это подчеркиваю. Сказал Кэмпбелл, тоже важная цитата. Я думаю, что мы увидим некоторые события, которые, я считаю, будут обнадеживающими для региона в целом, сказал он. Интересно, какие это события обнадеживающие. Но если они обнадеживающие, то мы увидим точно рост китайских акций. Чего мы так все долго и ждем. Потому ждем то, о чем он говорит, уж не знаю, про листинг ли он или какие-то политические мир, дружба, жвачка. Посмотрим. В любом случае это что-то будет позитивное, судя по всему, и мы на этом скорее всего порастем. Следующая новость. JP Morgan «Рост в Китае около 5% достижим при упорядоченном открытии». JP Morgan заявляет, что рост в ВВП в Китае около 5% достижим при упорядоченном открытии. Цитата. «Поскольку к середине 2023 года влияние COVID постепенно сойдет на нет, экономический рост может получить более высокий приоритет», написали экономиста JP Morgan. Отлично, мы этого и ждем, пусть и выше вырастет ВВП Китая в следующем году. Следующая новость. Приглушенная инфляция в Китае оставляет мест для политического стимулирования. Индекс цен производителей упал на 1,3 в ноябре по сравнению с прошлым годом после снижения на такую же величину в октябре, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали падения на полтора процента, то есть это лучше, чем ожидали аналитики Bloomberg. Потребительская инфляция снизилась до 1,6%, что соответствует прогнозам экономистов. Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносителей, осталась неизменной на уровне 6,6%. Данные свидетельствуют о том, что «экономический импульс продолжает ослабевать», говорит Джан, президент и главный экономист Pinpoint Ascent Management. Цитата важная. «Я ожидаю, что правительство Китая сделает больше для повышения доверия рынка и населения. Быстрые темпы открытия указывают на безотлагательность действий правительства». И я тоже ожидаю, что власти Китая и дальше будут пампить рынок по сути, то есть то, что они будут делать, будет сказываться позитивно на китайские акции. Следующая новость. Китайский медицинский эксперт говорит, что COVID мутировал и его следует переименовать. Итак, Китай должен заменить свое официальное название для COVID-19. «Чтобы отразить мутацию вируса, а пациентам с легкими симптомами следует разрешить находиться на домашнем карантине», заявил ведущий специалист в области традиционной китайской медицины. Гу Сяяхун заявила, что китайское название коронавируса, которое идентифицирует его как заболевание, вызывающее пневмонию, должно быть изменено на просто инфекционный вирус. Гу сказала, что подразделение по инфекционным заболеваниям китайской ассоциации китайской медицины, которая возглавляет, достигла консенсуса, чтобы изменить то, как они описывают вирус. Почему это важно? Ну, то есть, по большому счету, Китай скажет, что ковид больше не опасен и давайте вообще на него не обращать внимания, давайте его переименуем как-нибудь и вообще забудем, что это такое, потому что он теперь не страшный. Вот это, на мой взгляд, очень важно. И вот это вот эксперт, барышня Гу Сяохун, она раньше топила за жесткую линию Китая по нулевому ковиду и к ней прислушивались. Поэтому то, что она сейчас заявляет, это был один из самых жестких людей из Китая, кто топил за вот эти все жесткие ограничения, поэтому это важно. Следующая новость, последняя на сегодня, политбюро Китая переключает внимание на ускорение восстановления экономики. Политбюро Китая заявило, что в следующем году будет стремиться к изменению экономики, пообещав сохранить активную фискальную политику, а монетарные инструменты целенаправленными и мощными. Чиновники будут стремиться к общему улучшению экономики, сосредоточив внимание на качестве роста и сохраняя разумные темпы роста. Они также попытаются значительно повысить доверие рынка. Заявление предполагает позицию Политбюро в поддержку роста, поскольку Пекин постепенно ослабляет контроль над ковидом и переключает внимание на восстановление экономики. Отличная новость. Именно этого мы все и ждали. По большому счету, последние полтора года я говорил, что мы увидим политические заявления, которые будут прямо говорить, что теперь мы поддерживаем рынок. Теперь мы за то, чтобы Китай рос. Что мы видели полтора года, что все компании плохие, что они буржуи, которых нужно добить. Сейчас мы видим совершенно другие слова. Это глобальное изменение Китая, о чем я говорил, что обязательно мы это увидим. И вот то, о чем я говорил, происходит. Ладно, в общем, хорошая новость, и давайте подведем выводы, что можно ждать по акциям Китая на следующей неделе. Технический анализ опять сном вторую неделю подряд. Говорит о том, что ребята, давайте-ка немножечко скорректируйтесь, потому что уже сколько можно расти. Всю прошлую неделю Китай у нас то рос, то падал, но в рамках недели немножечко подрос. плюс-минус я жду на следующей неделе то же самое. Скорее всего, это будет какой-то такой боковик, либо чуть-чуть вырастим, либо чуть-чуть упадем, и именно этого мне бы хотелось увидеть. Если рынок все-таки вспомнит, что он должен ходить по технике, то должна быть коррекция. Но так как у нас новостной фон в общем-то в целом позитивный, то можем расти и далее. Но вот пока на субботу никаких супер новостей не выходило. На прошлой неделе мы росли на том, что у нас очередные смягчения именно выходные выходили по ковиду и так далее. Но на настоящий момент таких новостей нету. Поэтому если в воскресенье или в понедельник что-то появится такое, то мы можем и дальше расти. Если не появится, то скорее всего все-таки будет какая-то коррекция. Американский рынок у нас скорее всего за коррекцию. Важным очень днем будет на следующей неделе среда, когда ФРС США объявит свои процентные ставки. Если мы увидим, что ставка повысилась ниже чем до этого, то это будет позитивным для и американских акций и для китайских. Поэтому ждем именно среду, смотрим какие у нас будут новости выходить по Америке. И это будет сильно влиять на движение китайских акций на следующей неделе. Если сделать выводы, я жду боковика. Для меня это было бы идеально по китайским акциям сейчас. Еще я хотел сказать, что на этой неделе я записал несколько видео, два видео, это были разборы китайских акций с листингом на Гонконге. Я разобрал 10 компаний, смотрите в предыдущих видео, а также я на своем втором канале, который есть на ютюбе и в телеграме, который называется Павел Шумилов, там я делаю разборы различных компаний, в том числе и китайских, там я разобрал компанию Alibaba. Глобально по всем сервисам аналитики прошелся, по технике разобрал, поэтому если еще не смотрели, то переходите по ссылке, вот сейчас когда закончится мое видео, там будет такой всплажка, кликайте на меня и сможете про Alibaba. Итак, на этом все, всем спасибо за просмотр и увидимся через неделю. КОЛБАСА ЛЬБОВЬ КОЛБАСА КОЛБАСА ЛЬБОВЬ ПРОСТО КОЛБАСА